ВАЧИНСКИЙ ЗАЛИВ В каждой из этих картин будто поселилось солнце. Это отличительная черта художника. Его творения написаны сердцем и пытливым взглядом. Как говорит сам автор, в деталях вся суть. Очень много света, воздуха в его картинах. Они очень возвышены, лиричны, тонко передают красоту родной природы и, конечно же, чувства, которые хочет выразить художник. Работа на открытом воздухе, а именно так переводится с французского «пленер», может продолжаться не один день. Это не просто фотографический взгляд на природу. Это особый дар художника – видеть мир не так, как все. Есть работы, которые пишутся буквально час-два. Есть морские работы, есть крепость орешек, там она буквально писалась на Дом дыхания. А есть работы, которые пишутся долго, есть, которые пишутся очень долго, потому что место хорошее, берешь формат побольше, что-то на нашлепало бы, так так говорить. А в идеальном плане оставите жалко и потом дописываешь там и неделю, месяц, можешь годами дописывать. Художник-путешественник своей «пленеры» он начал создавать еще в Белоруссии, но уже давно вышел за пределы родины. Горы Северной Осетии, Крым, Бухара, Дальний Восток и, конечно, любимые места Подмосковья. Признается с нетерпением, ждет новых встреч с природой. На будущий год есть наметки тоже. Есть «пленеры» и на Кавказ, и опять в Узбекистан. Но это пока в планах есть «пленеры» тоже по Подмосковью, по малым городам России. Посетить выставку Александра Ивашко можно до 20 октября в Звенигородской библиотеке. Вход свободный. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова